Всем привет! Вы на Флагман Шоп, рубрика F-новинки. И в сегодняшнем обзоре я хочу вас познакомить с новыми налобными фонарями от торговой марки CarPro. И сегодня речь пойдет о таких фонарях, как CarPro VR и CarPro Diamond VR Motion Sensor. А перед нашим обзором у нас отличная новость с 3 по 9 декабря. По специальному промокоду в описании к этому видео в нашем интернет-магазине скидка на эти товары 20%. И начнем мы наш обзор с фонаря CarPro VR. Сразу на лицевой стороне вы можете увидеть надпись Rechargeable, то есть что означает, что фонарь имеет литий-ионную перезаряжаемую батарею на 1200 мАч. Также на лицевой стороне вы можете увидеть всю необходимую информацию. С обратной стороны также нанесена техническая характеристика этого фонаря. Ну что ж, давайте вскроем и посмотрим, что внутри упаковки. Итак, доставив из упаковки, вы можете увидеть компактный налобный фонарь. В комплекте идет к нему microUSB. Итак, сам фонарь имеет размер 60 на 45 на 38 мм. Вес данного фонаря уже с аккумулятором составляет всего 72 грамма. Сам фонарь имеет пылевлагозащищенность IP44, что очень важно. В отсеке, когда вы откроете с обратной стороны, кстати, маленький нюанс, вы тоже можете увидеть саму батарею, которую вы можете со временем потом поменять. Мало ли что там иногда бывает, выходят из строя. И сам отсек, если посмотреть поближе, он укомплектован уплотнительной резинкой, что не дает проникновению ни влаги, ни пыли. Далее, в нижней части фонаря есть герметичный порт USB. Он очень плотно прилегает и защищает тоже от попадания пыли и влаги. Защелкивается. Фонарь имеет высококачественный эластичный ремень с удобной регулировкой. Позволяет надежно закрепить фонарь на голове, а конструкция корпуса быстро установить необходимый угол освещения. Фонарь оснащен светодиодами рассеянного светокопа мощностью 3 Вт с белым и красным свечением. При нажатии один раз, это у нас максимальный режим свечения, который работает 5 часов и светосила 100 люмен. Следующее нажатие, это у нас обычный режим. Время работы 10 часов и светосила 50 люмен. Третье нажатие, это у нас режим стробоскопа, который работает 15 часов. При следующем нажатии она выключается. Для того, чтобы нам включить красный свет, нужно зажать и удерживать эту же кнопку. Работа красного света более длительна и составляет 40 часов. Это в обычном режиме и при следующем нажатии в режиме стробоскопа фонарь работает 80 часов. Следующее нажатие выключает фонарь. Для того, чтобы перейти опять в режим белого света, нужно нажать и удержать эту же кнопку. И все циклы повторяем заново и выбираем тот режим, который вам необходим. Данный фонарь изготовлен из высокопрочного и долговечного пластика ABS. Время зарядки составляет 2,5 часа. Полный цикл и пыли-влагозащиту этот фонарь имеет IP44. Итак, мы ознакомились с характеристиками налобного фонаря, перезаряжаемого от компании CarPro, который называется VR. Следующим у нас на обзоре фонарь Diamond VR Motion Sensor. Итак, это компактный налобный фонарь. Также имеет высококачественный эластичный ремень с удобной регулировкой. И позволяет надежно закрепить фонарь на голове. И конструкция корпуса быстро установит необходимый угол освещения. Сам фонарь компактный. Также корпус его сделан из долговечного и высокопрочного материала ABS пластика. Оборудован LED светодиодом. И этот фонарь имеет оптический сенсор. Фонарь оснащен одним трехваттным LED светодиодом с белым свечением. И двумя светодиодами с красным свечением. При включении фонаря один раз у нас активируется максимальный режим, который длится 5 часов. Это будет световой поток 100 люмен. При следующем нажатии у нас идет обычный режим, который длится 10 часов и светопоток составляет 50 люмен. И третье нажатие это у нас режим стробоскопа, который работает 15 часов. При включении и зажимании кнопочки еще раз мы активируем два красных фонаря, которые нужны при уважении рыбы в темное время суток, чтобы ее не сильно пугать. Работа красного света длится 40 часов. В обычном режиме, в режиме стробоскопа 80 часов. При следующем нажатии выключаем фонарь. Также этот фонарь имеет оптический сенсор, который активируется нажатием кнопочки рядом. Один раз с торцевой стороны вы можете увидеть синеватый такой свет, который подтверждает, что оптический сенсор включен. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы вы могли включить фонарь, не дотрагиваясь к нему. Ну или же выключить. Выключается этот режим одним нажатием. В нижней части фонаря вы можете обнаружить USB-порт, который закрывается прорезиненной крышечкой от попадания влаги и пыли. Соответственно, этот фонарь идет в комплекте с micro и USB. Полный цикл зарядки данного фонаря составляет 2,5 часа. Весит он 74 грамма. И пылевлагозащита такая же IP44. Здесь также реализована функция дальнейшей смены аккумулятора при необходимости. И также отсек предохраняется резиновой прокладочкой, которая плотненько прижимает и защищает его попадание влаги и пыли. Размер этого фонаря 60 на 40 на 35 миллиметров. Подытожив наш краткий обзор, хочу сразу отметить, что это довольно-таки качественные долговечные фонари, которые позволяют зарядиться от любого пауэрбанка, посредством USB-шнура, от любого источника. И не нужно вам искать батарейки такого формата или такого. Это удобно, это практично. Всех, кого заинтересовали данные фонари, ссылка на наш интернет-магазин. Кто не подписался, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно активируйте колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие видеообзоры. Итак, это был обзор на новые налобные фонари от торговой марки CarPro. А с вами был Игорь Чернов. Всем не хвостанья, чешуи. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok